Сатиновые мышки уже куда-то... А, вот оно, яблоко заныкали. Короче, я что показать-то хотела. Ну, то, что золотуха блестит и переливается в свете вспышки, то и так понятно. Симочка вот тоже худеть начинает. Две блондинки так и не забеременели от парня, который не хочет исполнять обязанности. Чебурашка настолько он древняя, что еле ходит. А еще, я так понимаю, она, скорее всего, пострадала в драке. Видите, уши. Я вот смотрю, у нее это само повреждены. Ее что-то думаю, наверное, надо ее отсадить нафиг, пока ее не забили насмерть. Что-то у меня такое вот сомнение по данному поводу. И если, например, сейчас покажу парня. Выходи. А, нет, у нее парень. Гляньте, на что он похож? Да стой ты, гони, ем я тебя. О, все. Гляньте, по сравнению, насколько он больше, толще, жирный кабан. А девчонка-старушонка, он на что похожа. Еще ее погрызли бабы остальные. Иди сюда. Иди, друг, покажу, какой ты толстый. Да иди ты, блин, боишься прям. Он реально толстый. То есть, несмотря на свою старость, он кабанеет. То есть, мужчина с пивным животиком уже стал похож на шиншилочку. Да. А чебурашка тут совсем уже рассыпается. Иди сюда. Иди, это я. То есть, грубо говоря, доходяга. Она точно так же за всеми ухаживает. Но вот покус явный. С вот этой стороны тоже. Свежательно. Причем сейчас вот буду хлоргексидином обрабатывать. Ухо, гляньте. То есть, явно драки были. То есть, поэтому я вот решила, что, ну, надо очень срочно старушку отсадить, пока ее тупо ночью не добьют. Я не знаю, кто ее обижает. Вроде тишина ночью. Я ж тут сама же нахожусь вместе с ними по ночам. Возможно, это днем было, пока меня дома нету. О, ну уж это были целые. А теперь вот такая вот фигня. Так что, вот, бедная чебурашка пойдет жить в отдельный контейнер. Потому что, ну, это реально какой-то капец. И я боюсь, что ей недолго осталось с такими раскладами. Она-то, в принципе, ходячая, кушает все. Ну, вот это вот то, что она вяренькая. И худенькая. Вот гляньте, насколько она худая. Где этот кабан? Иди сюда. Да иди сюда. По сравнению с грошиком. Да, ага, скажи, сейчас я толстый, солидный мужчина. Да и бабы вон тоже посолиднее. Слазить. Пойдем контейнер тебе готовить. Потому что, ну, что-то это совсем не серьезно. Так что старушечка пойдет доживать свою пенсию в отдельном кабинете. Ну, его нахрен. Еще и съедят ее тут. Думаю, те, кто смотрел за приключениями Чебурашки, как она массаж всем делает, как сигает до самой крыши, так сказать, меня поймут, почему я хочу ее изолировать из этого, блин, кабинета, потому что, ну, реально же бежает. Ну, жалко ж товарища. Поэтому переезжаем мы вот сюда. Да, тут кабинет маленький. Ну, хотя бы никто бежать не будет. Однокомнатная квартира. Ну, хотя бы доживет свой век. Я не знаю, сколько это на роду написано. Ну, сейчас еще раночки обработаем. И все. Больше она в коллектив не пойдет. Жалко. Ну, вот. Я думаю, это верное решение. Не знаю, как вы воспримите эту ситуацию. Но я считаю, что это правильный выход ее изолировать, чтобы ее тупо не добили. Ну, вот, как-то так. Так.